И эти события могут быть очень-очень полны значения, смысла. Вы празднуете, приглашаете гостей, и когда проводят обрезания, у нас есть специально обученный мессианский еврей, который мог хел. Так что у нас в Вашингтоне тоже был один махел, подружился с нами. Он ортодоксальный махел, и он проводил наше обрезание всех. И когда он приходил в дом, ставили дети, и мы собирались все вместе, мы пели мессианские еврейские песни, молились вначале, и обрезали ребенка. Он подружился со мной, Эйтаном Шишковым. И он говорит, вы на самом деле понимаете это. Вы серьезны. Вы знаете, что вы делаете. Хотел бы я, чтобы остальные евреи понимали это. Поскольку это не традиция, это было что-то настоящее для нас. Традиции могут быть настоящими. И на бар-митсву люди приглашают своих неверующих родственников. Какая возможность! И когда они видят поклонение, и видят, что литургия связана с чувствами, и они видят, что ребенок проходит бар-митсву, это разбивает все барьеры. И многие евреи пришли к веревишу в результате посещения мессианских еврейских бар-митсвот. И эти жизненные события это замечательные возможности для евангелизма. Когда родственники приходят на брис, или на бар-митсву, и также приходят на свадьбы. И еврейские свадьбы замечательные. Надо было привести видео свадьбы нашей дочери. Во-первых, в еврейской свадьбе больше древних символов. Кто из вас видел еврейскую свадьбу? Кто прошел через еврейскую свадьбу? Женился по-еврейски? Кака-ка-ка-ка? А, получается, я проводил свадьбу по-еврейски для одной католички, и в том числе там она пригласила своего священника католического. Но я был главной все равно. Но вы видите, в еврейской свадьбе, в еврейской свадьбе, в еврейской свадьбе, в еврейской традиции. Поэтому на еврейской свадьбе все рассажены, и родители приводят невесту, а, жениха, потом невесту. Они как в христианстве, идет либо только одна невеста, либо ее отец ведет. И все родители там стоят впереди, и отдают и того, и второго друг другу. И затем она идет под хупу, как небольшой домик, столит там наверху, поскольку вы находитесь под заповедью Бога. И он вводит свою жену в свой дом. И затем она обходит его семь раз. Почему? Две интерпретации. То есть в совершенстве семь раз она связывает свою жизнь вместе с его жизнью. Есть еще плохая интерпретация. Она как паук, и она обвивает его паутиной. Она должна окрутить его любовь, а не манипуляцией. И интересно, что также кантор или раввин благословляет или напевает, благословенно с почвы. И когда он видит жениха, потом когда он видит невесту, тот, кто великий, тот, кто могущественный, благословен, чтобы он благословил этого жениха невесту, И благословена она, которая идет во имя Господа. Интересно, что слова на свадьбу, когда вы видите невесту, жениха, видите жениха, те же слова должен использовать Израиль, когда видит Ишуа. Баруха Баба Шем Адонай. Да, то же самое. Те же самые слова. Это был Пол Вилбур. Это был Пол Вилбур, нет. И я добавляю слова, я добавляю послания, жених и невеста могут говорить друг с другом. И центр всего служения это две чаши вина. Первая чаша, чаша обручения. Поскольку в древние времена обручение происходило почти за год до хупы. И из-за гонений они объединили это в одной церемонии. Так как обручение — это абсолютная заповедь. Йосиф был обручен с Мирием и когда обнаружили, что она беременна. И если обручение нарушалось, это считалось разводом. Так как в этом присутствует клятва. И вы благословляете, вы напеваете благословение. И в основном первое благословение говорит, что в соответствии с Писанием это разрешенное взаимоотношение. И затем они пьют вино, поскольку это символ завета в крови. Затем церемония надевания кольца. Вот, ты обручаешься мне этим кольцом в соответствии с законом Моисея и Израиля. Затем могут еще некоторые клятвы, обеты сказать. И подходите к последней чаше вина. И после этих благословений теперь пара может войти в интимные отношения. И поете, что называется Шева Барахот. И вот эти семь благословений, которые я часто уже повторял. Там такое благословение, что тот, кто бездетен, пускай родятся дети. И также молитва о восстановлении Израиля. И мы благословляем жениха и невесту. И затем в конце пьют вино, чашу вина. И затем что происходит? Кто может мне сказать? Разбивают бокал. Обычно завернутый в ткань, чтобы не разлетелся. Почему разлетелся. Почему разбивают? Чтобы никто не будет брать от этого. И это завершение навсегда. Не может быть изменено. Но есть еще один символ. Печаль о разрушенном храме. И ожидание восстановления. И затем на современных свадьбах целуются. И затем что? Люди приветствуют их. И потом куда они идут? Еще нет. Они идут сами в комнату. Так что они сами находятся в комнате без кого-либо еще. И а до времени свадьбы, в ухаживании, в процессе ухаживания, всегда кто-то должен быть рядом для защиты. Поэтому впервые они одни. и в древнем мире. Это очень странно. Рад, что такого больше не делают. Ну, с сексуальным взаимоотношением. Именно тогда. И только после этого уже праздник. И также показать ткань из крови, доказать, что она была девственницей. В арабском мире все так. Также проводят свадьбы. До сих пор. До сих дней. Но благодарность Богу, что пока это только символ, ну, наше время. И затем идут на праздничество, на большой праздник, танцы, песни, катание на стульях, еда. Мы евреи знаем, как кушать. И потом они уходят. Они женаты. Все. И, конечно, в этом всем задействованы Шуа. И мы говорим, что, что тело Мессии, это невеста Христа, Мессии. И это чудесное время. И затем следующее основное событие, когда вы зарабатываете свои первые миллионы долларов. Нужно отдать это все Богу. Фюнерал. Покупка первого Мерседеса. Следующее событие – смерть. Есть несколько еврейских традиций, связанных со смертью. И либеральные евреи не следуют им. Это печально. И это печально. Есть некоторые такие суверия, которые вы не хотите следовать. Как молитва о мертвых. И эти основные традиции очень могут быть полезными. Когда человек умирает, то общество специально такое омывает тело. Это волонтеры, добровольцы. И на следующий день сразу же похороны. Никто не бальзамирует тело. когда он забирает кровь из тела, потом какие-то химикаты вливает. И вы не пытаетесь сохранять тело. вы хотите сохранить тело? Как египтяне? Иосифа бальзамировали. Но как Ленина забальзамировали, сохранили. И вот в чем история. Этого ничего не получилось. То есть, только голова одна осталась, все остальное, ничего нет. Я пошел в бамзоле Ленина, попытался открыть, посмотреть на тело, но потом меня арестовали. Нет, это шутка. И затем помещаете тело в простой деревянный гроб, либо обматываете ткань. Вы не покупаете бронированный гроб. Такой железный гроб, так что воздух туда не проникает. Для того, чтобы воздух не проник, чтобы тело не начало разлагаться, 10 тысяч штуков за модель такую. И человека хоронят в белом таком покрывале. Только тело. Поскольку все мы равны в смерти. И вы относитесь к телу с почтением, потому что человек жил в этом теле. И затем вы идете на похороны, и что обычно проходит возле могилы. А в наше время на две части это делится. Но в Израиле, вот это вот собрание, эта служба проходит на кладбище, возле этой колокольни, и потом вы идете к самой могиле. И на служение вспоминаете человека, читаете 22-й псалам, снова как бы прозрешаете воскрешение из мертвых, и затем читаете самую важную молитву, молитву Каддиш. Вчера мы ее рассматривали, славить Бога, даже во время потери. И затем вы возвращаетесь в дом человека, и первые семь дней только близкие друзья приходить могут, и они скорбят. И сидят на низких стульях. Это называется «Шива Сидя». Называется. Помню, я читал Достоевского. И я не знал, что это также такая традиция в России, в Украине, что после похорон та семья, которая потеряла, должна провести прием, еду приготовить. В юдоизме это по-другому. Друзья приносят еду, и это просто. И они скорбят. И в течение одной недели скорбь. Семь дней. Затем следующая стадия скорби. Тридцать дней. Так что эти семь включаются в эти тридцать дней. И каждый день молитесь по-каддишу, и говорите, что Бог влах, даже во время смерти, что Его Царство приходит. И затем и затем до 11 месяцев, в том числе тридцать дней, это 11 месяцев. И Сан, либо Отец, либо Брат, все еще молится молитвой каддиш каждый день. Поэтому вы можете скорбить в течение одного года. Но в конце года вы должны прекратить скорбь и возвратиться к жизни. И в этот, в течение этого года ни мужчина, ни женщина не могут жениться, выходить наружу. Нужно закончить скорбь, как бы, чтобы она была в прошлом. И так как мы верим в Иешуа, и так как мы верим в Иешуа, мы читаем 1 Фессалоникинистам 4, Иоанна 11 глава, 1 Коринфянам 15, о воскресении. И Библия не говорит о том, чтобы мы не скорбели. Мы должны скорбить. Это не будет хорошо для нас, чтобы мы не скорбели. Но мы не скорбим так, как те, у которых нет hope. Почему только 11 месяцев, а не 1 год? Почему 11, а не 12 месяцев? Вот это, можно сказать, одна из негативных сторон. В иудуизме учат, когда мы молимся молитвой Каддиш, когда мы почитаем Бога, то в этом есть польза. Польза или преимущество, оно отдаётся этому умершему. Если эти умершие должны пройти через Чистилище, то, конечно, через 11 месяцев, и ваши молитвы во время этих 11 месяцев, они выйдут из Чистилища. И если вы молитесь больше 11 месяцев, больше 11 месяцев, тогда вы указывали, что они были такие плохие, за них надо больше молиться. Но, в принципе, не в этом весь смысл. Весь смысл не в том умершем. Хотя вы молитесь, Бог их почитает. Настоящее значение это подтверждение благости Божьей в пришествии в Его Царство. И это направлено на скорбящего, для утешения скорбящего. И мы говорим молитву, молимся молитвой о Наш Отец, Отец, Отец наш. Поскольку Кадиш и Отец наш параллельны. Первые две фразы очень похожи. Многие теологи верят, что одно вышло от второй молитвы. Вопросы по этой теме. Отношение иудаизма к кремации. И второе, если, допустим, мы находимся в каких-то странах, где традиции погребения другие, отличающиеся от еврейских, является ли пример Иосифа, то может, нужно следовать того, как предписано государством? Есть универсальная ортодоксальная традиция. которая отвергает кремацию. Реформаторские евреи принимают. И почему ортодоксы отвергают? Потому что это неуважительно к телу. И это неадекватный символ воскресения. Как Павел говорит от еврейской традиции, вы сеете тело в землю, поэтому востоит новое тело. Можно сказать, вы сеете в гроб тело. И, в принципе, идея в греческом языке, что вы не в земле, но вы находитесь в гробу. То есть, вы в гробу, в США. Поэтому, если только это какая-то особая причина, кремация не для нас. И даже, ну, все равно кремация не может воспрепятствовать воскресение. И среди евреев существует упротивление этому. То же самое относится к бальзамированию, как Иосифа. Идея, вот эта попытка сохранить тело также противоречит пониманию пониманию того, что мы пришли из пыли, прахом, мы возвращаемся в прах. И что нужно позволить телу возвратиться в землю. И это напоминает мне одну историю о маленьком мальчике. Он слышит, что его родители говорят, мы пришли из праха, мы возвращаемся в прах. Он пошел на второй этаж, смотрит на кровать. А, спускается на первый этаж. И говорит, мама, папа, быстрее, посмотрите под... Смотрите под кровать, там либо кто-то уходит, либо приходит. То есть пыль там полно под кроватью. И, ну, пыль или прах на английском языке, это то же самое. То есть, либо кто-то приходит, либо уходит из праха. По-любому. По-любому. Я хочу поговорить. Ни вопросы? Одна еще вопрос. Да. По этому. Если на наших похоронах принято отпевать родственников, а потом молиться о их спасении после похорон, что делать в таком случае? Нарушать традиции. Просто стой там и ничего не делай. Это их суеверия. Одно из суеверий в ортодоксальном иудаизме. Это лечь на могилу мертвого раввина и принять его благословение посредством того, что вы лежите на могиле. Помазание принять. Ну, в Израиле и те церемонии ортодоксов просто они цитируют Кадиш. Также они могут молиться о мертвых. Но мы в это не верим. Теперь быстро. Он имеет вопрос о предыдущем предыдущем. В конце. Теперь я хочу сказать что-то о сути раввинистического иудаизма. где неправильно. Большая часть его верна, но некоторые неверны. И основная причина, почему это неправильно, потому что наш народ не принял Иешуа, и мы пошли вообще в неправильных направлениях. И вот самое лучшее доказательство, которое мы можем найти, очевидно, что фарисеи, которые были до раввинов, традиции, и которые передали свои традиции раввинов после падения Иерусалима, и у них были интересные идеи. Одна интересная идея. Они думали, что Мессия придет, если только весь Израиль будет жить в соответствии со стандартами святости Коганим. И они будут жить в состоянии чистоты, насколько это возможно. Поэтому не только это относится к церемониальной чистоте при вхождении в храм, но всегда быть насколько возможным церемониально чистым. Также умовение рук перед едой это не из-за бактерий, но ради церемониальной чистоты. Так же, как священники делали до того, как делать жертвоприношение. Не прикасайтесь к женщине, поскольку у нее могут быть менструации. церемониально нечистыми. И поэтому для мужа и для жены даже две кровати отдельно. также вы проходите микву каждый месяц для того, чтобы быть церемониально чистым. И многие другие вещи ради церемониальной чистоты. И как понимают, если вы пойдете на поле работать, либо вести бизнес с язычниками, вы становитесь церемониально нечистыми. И для этого вы разрабатываете церемонии, ритуалы, очищение, хотя это все за пределами храма. И поэтому иудаизм развивался со знанием церемониальной чистоты, для того, чтобы весь Израиль был похож на священников, которые служат в храме. Я думаю, что Бог никогда такого не предназначал для людей, для народа. Это было для служащих священников только. И также для тех людей, которые приходили в храм. И что люди не должны постоянно жить в состоянии церемониальной чистоты. Это стало очень такой важной мыслью раббинистической как часть того, чтобы и Мессия пришел. Во-вторых, в раббинистической мысли еще одна идея и все это связано с трактатом Пиркия-Вод, этика отцов. В этом трактате нам говорят что лидерам Израиля было сказано либо сейчас мы говорим раввинам было сказано построить забор вокруг Торы. И это основной источник всего законничества. в один день мы говорили о некоторых еврейских законах, которые противоречат законам Библии. Библии. Мы уходим от Библии. Как я вам приводил пример о том, что продай поле язычнику и потом купи снова у него. И можно сказать, это такие дополнительные дополнения к закону. Вот закон. там сказано «Не варите козленка в молоке матери». Вот мама. Молоко матери. Вот закон из Торы. Не варите козленка и варите животное в молоке матери. Почему? Возможно, что это негуманно и также язычники так поступали. И раввины говорят «Построим забор вокруг закона». Есть много примеров таких. Итак, здесь закон. Мы просто поставим ступ под здесь. вот котелок. Котелок, допустим, супом. То, чего нельзя делать. Раввины строят забор, возводят забор. И забор для того, чтобы вы никогда не смогли нарушить закон. это дополнительный закон. В этом случае какой забор? Как забор называется? Не кушать молока и мясо вместе. говорится, Авраам обслужил Бога и ангелов, дал им молоко и мясо. Масло и мясо. И что раввины говорят? Ну, сначала они молоко выпили, потом подождали несколько часов, съели мясо. Еще второй забор идет, часы или ожидания между первым приемом, вторым приемом, между мясным и молочным. и еще возникает вопрос. Вообще, сколько нужно съесть мяса, сколько выпить молока так, чтобы это на самом деле нарушило закон? И ответ таков, что наименьшая частица молекулы. Поэтому, если у вас есть тарелка, и там было мясо, вы помыли, и хотя его помыли, как вы можете быть уверенными, что там на тарелке осталась какая-то клеточка мяса, вы же не видите, но может там эта клеточка есть, а вы потом еще молоко или сыр смешается с мясом, поэтому третий забор, тарелки для молочных продуктов и для мясных продуктов. это строительство забора вокруг Торы это самое значительное качество качества раббинистического юдаизма. И возникают вопросы, и допустим, скажете, о, так можно и закон нарушить, поэтому строите забор, в отношении путешествия в Шаббат, перемещение в Шаббат, ношение талита вместе с собой в Шаббат, поэтому нужно забор построить. И еще нужно же талит с собой взять, и начинаю веревку протягивать по округе, это считается моим домом, и теперь могу талит с собой взять. Если вы прочитаете Шул Ханарух, там много таких примеров. Еще один пример. Допустим, я запачкал свою одежду в Шаббат, и Шул Ханарух сказано, как надо эту грязь снять с себя, и как нельзя снимать с себя это загрязнение. Поэтому если вы попытаетесь щеткой чистить эту грязь, это не похоже на работу, поэтому моб, это не работа. А если вы на самом деле все усилия прилагаете, это работа. Если вы станете грязь своим туфлем, вы не можете обтрусить грязь с туфлей. обтрусить, но вы не можете чистить. А что, если вы ступите в собачьи какашки? то есть исключение. Вы можете помыть. Почему? Да, это так воняет, так что это станет препятствием для ваших молитв. Вот тогда вы можете это сделать. И как я на это все смотрю? я знаю, что некоторые мессианские евреи защищают это. Я думаю, что это по-ребячески. Это детство все. Можно сказать, что раввины играют в детские игры. И все возможные придумывают вещи. И так что нужно правила по каждому вопросу составить. и вы идете в синагогу. Кто-то может быть нечистым. Допустим, кто-то приходит нечистым, кто-то нечистому прикоснулся к нечистой женщине, к мертвой собаке или чему-то еще, и они приходят в синагогу. и теперь они прикасаются к Торе. И затем вы прикасаетесь к Торе. Затем, что происходит? Благовесть для вас. Тора не становится нечистой. Это правила раввинов. и их очень много. Есть такие правила, которых вы даже не мечтали. Что с пейсами можно делать? как надо делать? Много-много правил, но для нас это не полезно. И если вы призваны к ортодоксам, будете ли вы следовать правилам, только вы знаете, что вы делаете только ради того, чтобы жить среди них, но не из-за того, что это важно для Бога. Если Ешуа будет первым всегда над всем остальным, то тогда законничество вас не обманет.